Добро пожаловать ко мне домой Добро пожаловать ко мне 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 У меня нету своей пока что комнаты Поэтому я работаю в спальне Это наша ванная комната Здесь я сплю и там же работаю Вот мое рабочее место Все очень простенько Согласитесь Я уверен что многие из вас сейчас в шоке Но очень много идей И приходит муза мне Благодаря вот такому вот виду Давай покажи Вот такой вот вид На моречко И постоянно солнце Сейчас давайте выйдем на балкон Оттуда будет еще Никто кстати не спросил у меня А сколько ты весишь Поэтому на этот вопрос я отвечу сам И встану сейчас прям на весы Так Девяносто три Триста Ребята Ну как вам Отъел да Итак А теперь Давайте Выйдем на балкон Где я по утрам Выхожу Пью кофе И наслаждаюсь видом Здесь немного шумно Из-за того что здесь трасса Но я привык И как-то это вообще не ощущаю Как видите Сейчас ноябрь Я даже могу Рубашонку снять В тапочках Как бы очень тепло Хорошо И такая погода Всегда мотивирует На создание новых контентов А сейчас пойдемте Я отвечу на ваши вопросы Я буду вам говорить О фактах Про которые вы меня Даже не спрашивали Например Начну с того Что В моей команде Никого нету Многие думают Что у меня наверное Много там людей Много работников Мы там создаем контент Еще что-то Нет Я сам один Несмотря на то Что у меня Пять ютуб каналов Я Всем этим Управляю Один Лишь Один человек Работает на меня Он работает в телеграме Все В других местах Я везде работаю Сам Сам все тяну На своих плечах Ну а сейчас Ваши вопросики Буду читать их И Прикреплю скриншот С вопросом Куда нибудь Слева или справа Если вы задавали мне вопрос Но я его не выбрал То есть он не вошел В 50 На который я отвечу Сегодня Не расстраивайтесь Напишите его Под этим видео Я обязательно отвечу На все комментарии Ну что ж Начинаем Первый вопрос Хаган Любишь ли ты Своих подписчиков Ребят Я думаю Что многие из вас Замечали Что вы пишите Комментарий Даже если он Негативный Я на него Ставлю лайк О чем это говорит О том Что я вас люблю И каждый Комментарий Для меня дорог Многие Ютуберы Имея даже Там 50 тысяч Подписчиков Не то что Не отвечают Они даже лайк Не ставят Своим подписчикам Вот тот же Йелло Дроид Например Он вообще Не любит Своих подписчиков Потому что Он даже лайки Не ставит А я Несмотря на то Что у меня Огромный актив Огромный канал Лайкаю Максимально Возможно Все комментарии И отвечаю Итак Следующий вопрос У тебя есть Домашние животные Плиз Заметь У меня Домашних животных Нету И у меня Вообще Аллергия На котов На собак Не знаю Но на котов Точно есть И у меня Нету Домашних животных Почему? Потому что Они мне не подходят Я живу Вдалеке От своих родственников То есть Грубо говоря Кроме меня Рядом Никого нету Даже друзей Особо нету Рядом Потому что Именно поэтому Я не могу Завести собаку Через месяц Я куда-то Улетаю Мне ее Просто-напросто Не с кем Будет оставить А с собой Таскать Животное Я не хочу Поэтому Половина Причины Отсутствия Домашнего Животного Это И половина То что у меня Есть аллергия Я боюсь Что у меня Может быть Не только на кошку Ну и на собак В общем Домашних животных У меня нету От слова Совсем Здесь У меня Сразу Четыре Пять вопросов Отвечу Сразу на пять Сколько тебе лет? Мне Тридцать один год И я родился В тысяча девятьсот девяносто Первом году Месяц Октябрь Ты когда-нибудь Уставал От Ютуб Да Было Время Но это не сейчас Это где-то Год назад Знаете О чем Я думал Я думал Блин Как хорошо Людям Которые Утром Проснулись Пошли на работу Они знают Что сейчас Поработают И пойдут Домой Им как бы Пофиг на эту Работу Делают А бы как Ну и все То есть пять дней В неделю Пошли Пришли И все Ты свободен То есть не нагружаешься Когда ты ютубер Постоянная нагрузка Ты постоянно должен Что-то придумывать А если видео не зашло Ты расстраиваешься То есть видос Еще должно зайти В общем Это стрессовая работа И выдержит ее Не каждый Очень много На ютубе каналов есть Которые Просто тупо Заброшены Несмотря на то Что там много подписчиков Поэтому Да Уставал Но сейчас Вообще Не устаю Потому что Сейчас Отдача от вас Хорошая Канал у меня Растет И мне это Нравится И От этого Мне кажется Ну В ближайшие Не знаю Лет 5 Я точно Не устану Сколько Ты зарабатываешь Примерно Мой доход Всегда разный То есть Бывает Тут все зависит От меня Понимаете Чем больше роликов Больше доход Поэтому Стабильного Какого-то Заработка Нету Ну Примерно 200 300 Тысяч В месяц Вот так Выходит Будешь записывать Летсплей По играм Нет Этого не будет Никогда Позже Объясню Почему Ты начал Снимать Обзоры И фишка Андроида Хотя Мог бы И снимать Видео На другую Тему Я могу Снимать Видео На другую Тему Но я Сниму Одно Видео Два Видео Три Видео Ну и Все Мне это Будет Уже Неинтересно Я буду Думать О чем Еще Снимать Я Не буду Знать О чем Снять Дело В том Что Если Ты Хочешь Добиться Успеха В каком То Деле Занимайся Делом Которое Ты Любишь Если Я Не Любил Снимать Про Технологии Про Смартфоны И так Далее Я бы Никогда В этом Деле Не добился Успеха У меня Не было Столько Прикольных Идей И так Далее Поэтому Залог Успеха Это Занятие Своим Любимым Делом То есть Ты Не добьешься Успеха На работе Которую Ты Вообще Ненавидишь Вот Поэтому Если У тебя Тачка Есть Есть Какие Они У меня Не бывает Такого Что У меня Две Тачки Или Три Тачки В гараже И так Далее Я не Настолько Богатый Нет У меня Есть Одна Машина У меня За всю Моя Жизнь У меня Было Четыре Машины Первая Это Пежо И Потом У меня Было Три Хундай Сейчас Тоже Езжу На Хюндай Модель Туксон Ну Фоточку Сюда Где Нибудь Прикреплю И Совсем Скоро Я думаю Сделаю Обзор На Эту Машину Потому Что У меня Уже Даже Превью Готово На Нее Ну Что Идем Дальше Любишь Фастфуд Я Наверное Один Из Людей Которые Не Любят Реально Обожают Фастфуд При Том Что У меня Есть Способность Которая Есть Не У Всех Я Могу Сухую Еду Не Запивая Причем Ни водой Ни чаем Вообще Я могу Есть Я могу Целый хлеб Съесть И даже У меня Мысли Не будет Это Запить То есть Я Не люблю Запивать И Люблю Есть Фастфуд Итак Почему В некоторых Видео Ты Ешь Это Хороший Вопрос Я Начал Скажем Так Такую Рубрику Делать Буквально Недавно Может Недели Три Назад И я Снял Наверное Видео Штук Три Или Четыре То есть Я На самом Деле Мало В видеороликах Ем Но Решил Запустить Попробовать Посмотреть Что будет Многим Очень Понравилось Поэтому Я Решил Почему Б Нет Иногда Раз в Две Недели Там Почему Б Нет Пусть Будет Нужно Разнообразие Разнообразие Делать Контента А не То Что Там Как Ладно Не буду Говорить Имена Как Некоторые Одно И тоже Снимают Просто Уже Уже Тошнит Просто От Их Роликов Когда Ты Постоянно Что-то Новенькое Движуха Какая-то Интересная Я Считаю Что Это Двигатель Прогресса Как Говорит Поэтому Это Обязательно Когда Ты Создал Свой Первый Канал Залайкайте Что Хаган Увидел Сейчас Фура Проехала Расскажу Итак Первый Канал Я Создал В 2017 Наверное В 2017 Году В 2018 Я Начал Что-то Снимать Вот Так Это Было И Первый Канал Назывался Кстати Все А Смарт Все Все Про Телефоны Сяо Ой Блин Боже Как Мы Все Все Про Телефоны Все О Телефонах Android Windows iPhone Вот Так Он Назывался Ты Когда Нибудь Бывал В Америке Ребят Я Никогда Там Не Бывал Но Всегда Мечтал Побывать И Дай Бог Моя Мечта Сбудется Я Получу Визу И Поеду В Америку Погуляю Хочу С Нью Йорка Прям До Калифорнии Проехать На машине В течении Месяца Я Думаю Это Будет Здорово Андрохак Ты хочешь Открыть Свой Бизнес Или Нет Залайкайте Всю Свою Сознательную Жизнь Я Хотел Открыть Своё Дело Я Бо Его Открыл Если Бо Не Открыл Ютуб Канал Это Тоже Своё Дело И Знаете Сейчас Такое Время Когда У Тебя Выбор Такой То Либо Мне Открыть Например Свой Магазин Либо Мне Открыть Просто Ютуб Канал По Доходности Будет Одинаково Но Тебе Не Нужно Заниматься Геморрой С Бумагами Нанимать Людей Искать Там Могут У тебя Украсть Тебя Обокрасть Короче Это Очень Много Геморроя Либо Просто Открыть Новый Канал И Зарабатывать Те же Деньги Поэтому Конечно Я Всегда Мечтал И Недавно Об этом Думал Но Всегда Меня Останавливаем Мысл Что Проще Проще Просто Новый Канал Открыть И Получать Тот же Доход Поэтому Пока Что Эту Затею Созданием Открытием Какого то Дела Я Отложил В долгий Ящик И так Следующий Вопрос Почему Люди С Айфонами Считают Себя Богатыми Людей С Андроидами Объясним Почему Люди С Айфонами Считаются Более Богатыми Вот так Будет Правильнее И Я Скажу Что Действительно Это Так И Есть Стереотипы Но Это Все Пошло С Тех Времен Ну Раньше Действительно Многие Так Считали Типа Ну Если У меня Айфон Значит Я Круче А Твой Андроид Там Фигня Ребят Как Это Работает У Айфон Есть Только Одна Модель Да Все Айфон Других Моделей Нет У Андроид Смартфонов Есть Китайские Бренды Которые Продают За копейки Телефоны Есть Сяоми Есть Самсунги Короче Триллион Просто Разных Производителей И Разный Бюджет Поэтому Когда Ты С Андроидом Владелец Эпл Думает Так У него Андроид Андроид По-любому Стоит Дешево Потому что Нету Таких Дорогих Андроид Смартфонов Хотя Сейчас Наверное Уже Самсунг Сравнялся По цене С айфонами Но В основном Люди Такие Айфон Это Дешево Значит То есть У них Это Уже Сложилось В голове Все Благодаря Тому Что Много Производителей Разных И Разная Цена На Эти Смартфоны Когда Ты Видишь Человека Айфон Ты Сразу Понимаешь Что Ну Вряд ли Кто То Сейчас Ходит С шестерки С пятерки С семерки С восьмерки Да То есть Ты Видишь Так Ага Там Плюс Там Все По Подписке Это Все Тоже Деньги Тянет И Соответственно Если у тебя Есть Айфон Значит Ты Как бы Можешь Это Позволить В отличие От Андроид Производителя Вот Это Мышление Вот Застряло Еще На Таком Уровне Когда Это Изменится Я пока Не знаю Насколько Мне Известно В Америке Кстати Уже Люди По Другому Думают Даже В той Европе Это В наших Странах Пока Люди Вот Так Вот Сейчас Считают Почему Ты Любишь Больше Всего Самсунг А к Сяоми Мой Постоянный Смартфон Это Самсунг И Я его Люблю Только Лишь Потому Что Там Крутая Камера Сяоми Не сравнится По Камере Самсунг Поэтому Я люблю Самсунг Только Благодаря Камере Какое Твое Настоящее Имя Где Ты Живешь Сколько Те Лет Настоящее Имя Мир Хаган Мир Хаган Но Меня Всегда Все Называли Просто Хаган А Сейчас Вообще Просто Андрохаг Называет Я Живу В Турции В Каком Городе Ты Родился Я Родился В Городе Ахсу Это Азербайджан Километров 200 От Столицы Азербайджана Баку Ахсу Называется Сколько Всего У тебя Телефонов Вот Прям Сейчас При вас Посчитаю Раз Два Три Четыре Пять На данный момент У меня Шесть Телефонов Но Было Очень Много Я Просто Их Продаю То есть Грубо говоря Я наигрался С телефоном И Продаю То есть Я Не Сижу Там Не Складирую Их Не Коллекционирую Эти Телефоны Потому что Они в цене Падают Наигрался Продал Что-то другое Взял Вернешься Лишь жить В Беларусь Нет Не вернусь На отдых На 5-10 дней Да Раз в год Где-то Приезжаю И Поеду Следите За моим инстаграмом Кстати Я буду Скоро Там Вообще Чтобы знать Обо мне Больше Ссылка На мой инстаграм В описании Под этим Видео Подключайтесь Смотрите Вы не Пожалеете Там много Интересного Контента Которого Нет В youtube Вот Ну Пока Не Планирую Переезжать Туда Насколько Изменила Тебе Жизнь YouTube YouTube Изменил Мою Жизнь Полностью С ног До головы Дело В том Что Я работал На Грязной Получал Мизерную Зарплату И Когда Меня В очередной Раз Выкинули С Этой Работы Где Она Грязная И платит Мало Представляете Я настолько Плохой Работник Был Дело В том Что я Никогда Не любил Работать На дядю Поэтому Меня Всегда Выкидывали Со многих Работ И Когда Меня С очередной Выкинули Я Понял Что Надо Что-то Своё Создать Сперва Хотел Заняться Ремонтом Телефонов Ну а После Как-то Получилось Что Начал Снимать Видео В Ютуб Помогать Показывать Проблемы И Показывать Их Решения И Люди Начали Писать Комментарии Лайки Мне Это Начало Нравиться И Я В общем Решил Уйти В Ютуб И Поменял Это Моя Жизнь Настолько Что Сейчас Я Живу Блин Там Где Хочу Жить Так Как Хочу Жить Я У меня График Такой Какой Я Хочу То есть Сам Се Строю График Я Кайфую Да Спасибо Ютуб Но Тут Заслуга Не Только Ютуб Но И Других Соц Сетей Андро Хак Ты Просыпаешься И Сразу Берешь В руки Телефон Или Идешь Умоешься И Только Тогда Берешь Телефон В руки Ребят Присыпаюсь Значит Так Открываю Глаза Первое Что я делаю Это Беру Телефон Так Смотрю Так Так Кто Что написал Я смотрю Уведомления Если Ничего Интересного Нет Я могу Зайти В Ютуб Посмотреть Сколько Просмотров Что Что Такое Все Потом Я убираю Телефон Иду Умываюсь И так Далее То есть Всегда Беру Первую Очередь Телефон В руки Итак Следующий Вопрос Почему Ты Лысый Потому Что Мой Папа Лысый Папин Папа Лысый Ну То есть Это Гены Плюс Наверное В бассейне Много Купался И Эта Хлорка Мне Просто Ну Говорят Что Реально Хлорка Вредит Волосам И Если Год Хотя Бо Ходить В бассейн Ты Будешь Просто Лысый Поэтому А я Ходил В бассейн Поэтому Ну Тут 50 на 50 То есть Бассейн Плюс Гены Обязательные Гены Это Самое Важное Даже Если Ты Наверное Сильно Лохматый У тебя В гене Все Лохматые Бассейн Вряд ли Тебя Сделать Лысым Как Зовут Твоего Сына Сколько Ему Лет Ему 8 лет И Зовут Его Даниил А теперь Напишите В комментариях Мне 31 И 8 Во Сколько Ж Он Родился В Каком Году Пишите В комментариях Почему Ты Не Приезжаешь В Баку В Баку Кто Не знает Баку Это Столица Азербайджана Я Там Родился В Азербайджане Но Я Туда Не Еду Потому Что Мне Там Делать Нечего Я Уехал Оттуда Когда Мне Было 6 Лет Потом В 18 Я Вернулся Отслужил В Армии После Армии Снова Уехал Оттуда Вот Но Ребят Хорошая Новость Тем Кто С Азербайджана Я Обязательно Об этом Напишу Скорее Все В сообществе В Ютьюбе В Инстаграме В Следующем Году Я Буду В Азербайджане В Баку Не Только В Баку Губа Буду Ездить По всему Азербайджану Приеду В Отпуск Поэтому Если Кто Там Хочет Со мной Встретиться Обязательно Следите За мной В Инстаграме Итак Идем Дальше Какой У тебя Телефон И какой У твоей Жены Я Жене Своей Подарил Айфон Она Сказала Мне Это Не Надо Ну Попользовавшись Конечно Неделю Две Сказала Мне Это Не Надо Купи Мне Самсунг Я Так Блин Представляете Вот Пошел Магазин Купил Новенький Айфон На то 12 Отдал Куча Бабла Купил Эпл Вот Часы Говорит Дорогая Вот Тебе Она Мне Говорит Типа Блин Мне Это Не Надо Мне Пришлось Продать В Два Раза Дешевле Потому Что Он Уже Все Был И Пойти Опять В Магазин И Купить Galaxy Watch 4 И Galaxy S21 То Есть У Нее Самсунг И У Меня Самсунг У У меня S21 Ультра У нее Младшая Версия S21 Очень Жду S23 Ультра Как Только Он Выйдет Я Сразу Закажу Себе Жене Может Быть Тоже Обновлю Но Пока Не знаю Можете Потом На S24 Обновлю Андрохак А что Тебе Нравится В Айфон Что Мне Может Нравится В Айфон Если Честно Ребята Походу Мне Реально Мне Ничего Не Приходит В голову Это Говорит О том Что Мне Айфон Не Нравится Ну То Есть Такой Функции Которые Которые Есть В Айфоне Но Нет В Андроиде Типа Я Так Блин Вот Б Круто С Айфона Перенести Это На Андроид Может Быть Есть Какая То Функция Я О Ней Потом Когда Ты Вспомню Но Ну Так По Памяти Ну Ничего Такого Нет Так Что Айфон Извини Без Обид Андрохак Когда И Где Ты Встретил Свою Жену И Когда Родил Своего Сына По Поводу Когда Родил Я Вам Одиноклассники Безобразно На На Внешность Такая Грубая Я Не Знаю Я Там Ей Поносил Подарков Там Пакетами Носил И В итоге Она Мне Так Ладно Хрен С тобой Поставлю Три Вчетверть Фух Думал Наконец Это Был Одиннадцатый Класс Вот Так Вот Я Закончил Одиннадцатый Класс А Кем Я Работал Я Работал Грузчиком Охранником Ну Сперва Работал Охранником Потом Работал Грузчиком Потом Продавцом Червей Копал Знаете Для Рыбаков Копаешь Червяков И Продаешь Баночки В рыболовные Магазины Вот Такими Вещами Занимался В общем Жизнь Потрепала Меня До Ютьюба Конкретно Последняя Моя Работа Я Там Работал Кладовщиком На складе Почему Ты делаешь Короткие Видео А не Длинные Я Делаю Длинные Тоже Длинные Видео Я тоже Делаю Но Их Я делаю Очень Мало В отличии От Коротких Короткие Я делаю Практически Каждый День В год Это Ребята 365 Видео Почему Потому что Отдача Хорошая Затрачиваешь Сил Не так Много И Знаете Огромный Плюс Коротких Видео В чем Вот Если Вы Включите Какое Это Видео Длинное Там Минут 5-10 Вам Будут Рассказывать Про Одну Функцию В Коротком Видео За 30 Секунд Даже Может За 20 Я Вам Расскажу Эту Же Функцию И Ничем Не Про Эту Функцию Ничем Не Хуже Чем Тот Который За 10 Минут Вам Это Рассказал Короткие Видео Более Информативнее Тут Нет Воды Коротким Видео Ты Не Можешь Лить Воду Тут Надо Все Быстро Короткие По Делу Смотря Короткие Ролики Вы Получаете Более Лучшую Полезную Информацию И Не Тратите Своё Личное Время На Длинные Ролики Где Чувак Говорит Всем Привет Сегодня Расскажу Вам Подписывайтесь На Мой Канал Ставьте Лайки Следите За Моем Инстаграм Вообще Не По Теме Рассказывает Потом В конце Там 5 Секунд Он Рассказывает Про Эту Функцию Поэтому Короткие Ролики Это Всегда Хорошо Относитесь К этому Всегда Лучше Потому Что Это Экономит Ваше Время И Дает Больше Полезной Информации Андрахак Ты Кто По Национальности И Как Ты Относишься К Армению Я По Национальности Азербайджанец Мне 31 Год Из Них Я Прожил Там Только 8 Лет Остальные 23 Года Я Не Жил Там И Между Арменией И Азербайджаном Всегда Идет Война За Территорией Я Вообще Против Любых Воин Против Любых Говорю Еще Раз И К Армении У меня Одноклассники Были Арменины Кстати К Армении Как И К Любой Другой Стране Я Отношусь Очень Хорошо И Для Меня Нет Плохих Наций Плохих Стран И Так Далее То есть Есть Плохие Люди Просто И Тут Дело Даже Не в Плохих Людях А В Политике Ну Туда Я Лезть Не Буду Все Потому Что Туда Лезть Ни В Коем Случай Нельзя Вот Отношусь Ко Всем Хорошо Надеюсь Я Смог Объяснить Следующий Вопрос Какой У тебя Мобильный Телефон А то Много Обзоров От Тебя Каким Ты Постоянно Пользуешься Отвечал На этот Вопрос Но Отвечу Еще Раз Galaxy S 21 Ultra То Самсунг Мой Личный Смартфон И Всегда Будет Самсунг То Есть Другие Модели Даже У меня Есть Айфон Но Я Ими Не Пользуюсь То Есть Постоянный Мой Смартфон Это Самсунг Сколько У тебя Техники Сяоми Сяоми У меня Три Ну Где-то Пять Техник Колонки Пылесосы Смартфоны Лампочка Там Еще Что В общем Пять Что Андрохак Будешь ли ты Когда-нибудь Снимать Про игры Нет Про игры Никогда Не буду Снимать Потому Что Раньше Я Играл Но Сейчас С возрастом Я понял Что Это Пустая Трата Времени Это Раз Во вторых У меня Очень Слабая Моторика То Если Чуть Чуть Меня Покрутить Сразу Начинает Кружиться Голова А В Играх Как Мы Все Знаем Нужно Все Время Мышки Двигать Туда Сюда И У меня Начинает Кружиться Голова Поэтому В игры Я Не Играю И снимать Про них Тем более Я не буду Где ты Жил До того Как Переехал В Турцию До того Как Я Переехал В Турцию Я Жил В Беларуси До того Как Я Переехал В Беларуси Жил В Азербайджане До того Как Я Вернулся В Азербайджан Я Жил В России В городе Екатеринбург Привет 37 Сколько лет Я Уже Сказал А то Что я Выгляжу На 37 Конечно Это Оскорбительно Для меня Ну Знаете Когда ты Много Работаешь Конечно Выглядишь Хреново Поэтому Работайте Поменьше Чтобы Выглядит Хорошо Кем Ты Хотел Стать В детстве С самого Детства Я Хотел Быть Певцом Хотел Записывать Свои песни Хотел Быть Диджеем Рэпером В общем У меня Даже В детстве Была Ну Когда В школе Учился Была Кличка Хэтцел Прикиньте Типа Как Децел Но Хэтцел Но Я Фанател Тогда Децела 50 Сента Именно Вот В те Времена Я Всегда С детства Писал Песни У У Меня Есть Свои Песни Даже Три Месяца Назад Я Оставлю Если Не забуду Надеюсь Ссылочку В описании А если Забуду Просто В гугле Ой Зайдите В ютуб Вы сейчас И так На ютубе В поиске Введите Хаган Крутышка И послушайте Мой трек И так Идем дальше Андрохак У тебя Есть В планах Создать Влоговый Канал Проехала Очередная Фура Да Вот Таких Условиях Я записываю Видео Прямо Трассы Ну Ради Зато Вид Хороший То есть Тут Приходится Жертвовать Либо Вид Либо Шум Но Совсем Скоро Я переведу В другую Квартиру Где Шума Будет Поменьше А вид Останется Ребят Круто Андрохак Влоговый Канал Да Я прочитал Идеи Таких Как бы Пока Нету В планах Ничего Такого Нет Ну Но Не исключаю Что Может Быть Идем Дальше Почему Ты Не Любишь Apple Я Люблю Apple Но Я бы Не хотел Пользоваться Этим Смартфоном Постоянно Ребят Я Не имею Против Тех Какого iPhone Я Как бы Вообще Люблю Любую Технику Поэтому iPhone Тоже Люблю Но Пользоваться Я бы Им Не стал И Многих Сложилось Впечатление Что Я Ненавижу Просто iPhone Нет Ребята Дело В том Что Просто Это У Андроида Нету Конкурентов Кроме Apple Поэтому Я Сравниваю Эти Две Системы И Рассказываю Где Какие Плюсы И Минусы То есть Это Не значит Что Я Ненавижу iPhone Как Ты Придумал Ник И Почему Ты Начал Делать Ну Я Так Понял Как Ты Придумал Название Канала И Как Ты Начал Снимать Видео Ребята Коротким Видео Я Пришел Из Тик То Я Начал Снимать Тик Токи А Потом Так А Почему Не Загружать Это В YouTube Тоже Вот Так Вот Я Пришел К Тому Что Я Загружаю Короткие Видео В YouTube А Назвал Канал Помог Мне Вы Не Представляете В Общем Сижу Такой Думаю Слушай Братан У У У У У У У У Классная Тема Давай Так И Назову В Общем Помог Мне Назвать Канал Андро Хак Брат Брат Так Идем Дальше Какая У Тебя Любимая Игра Не Важно На Телефоне Или На Компьютере На Телефоне У У У У У У У Армейские времена играл. С удовольствием проходил. Когда еще с моторикой было нормально. Любимая игра, которую я с удовольствием прошел. Это Far Cry. Тогда это был Far Cry 3, по-моему. Far Cry 3 и игра Мафия. Обожаю эту игру. Очень. По-моему, вышла, да? Новая Мафия. А, ну это Remested был, по-моему. В общем, я, короче, за играми не слежу. Но, по-моему, новая Мафия должна была выйти. В общем, вот как выйдет Мафия. Я ее, наверное, все-таки с удовольствием скачаю и поиграю. Far Cry новый вышел. Но в Far Cry я не играл новый. Почему? Потому что я играл в четвертую. Четвертая мне что-то не очень понравилась. Вот. А вот в Мафию я с удовольствием поиграю. Ну и, конечно же, я жду, не дождусь GTA 6. Люблю GTA. В плане, что просто там покайфовать, с сыном поиграть, полазит, там, постреляет, ну и так далее. А так, там, конечно, делать нечего. Ну, я миссии в GTA не люблю проходить. Вот в Мафия, Far Cry, да, это круто. Какой был твой самый первый телефон? Мой самый первый телефон был, я его нашел. Я его не покупал, конечно же. Был я где-то в пятом классе, я нашел телефон. Телефон, это было в Екатеринбурге, назывался Siemens. Это был мой первый телефон. Потом у меня, кстати, его дядя отжал и так и не вернул. Потому что дядя не мог себе позволить такой телефон, а я нашел и, соответственно, мог позволить себе. Будут ли коллаборации с другими ютюберами? Если да, то с кем? У меня были коллаборации с многими ютюберами. Не учтено, что будут... Ну, знаете, дело в том, что я живу не в Москве. Если бы я живу в Москве, там все блогеры, блин, друг от друга в соседних домах живут. То есть, там бы было коллаборации больше, конечно. Но, насколько я живу далеко от, скажем так, блогеров, которых вы знаете, коллаборации, возможно, только если удаленно по видео. А это не всегда очень круто. Поэтому, ну, есть какие-то коллаборации, но их мало. Вот как-то так. Но, возможно, будут. Почему ты больше не ставишь кастинные прошивки? Ребят, если кто не знает, я начал свой путь в ютюбе, занимаясь перепрошивками телефонов. На Samsung ставил Xiaomi, на Xiaomi ставил Samsung и так далее. Потом это резко стало неактуально. В Samsung ввели куча ограничений. Если ты прошиваешь телефон, у тебя чуть ли не полтелефона, просто кирпич. Samsung Pay не работает, ничего не работает. На Xiaomi ввели разблокировку. Там надо, по-моему, две недели ждать. В общем, очень сложно сделали это все. Я решил умыть с этого руки. Как ты находишь разные функции телефонов? Сложно ли тебе делать это и выкладывать видео? Мне это не сложно делать. Новые функции я нахожу порой реально. Просто листаю где-то настройки. Такой, о, классная теньма. Надо про нее рассказать. Бывает, зарубежных своих коллег смотрю, где-то у них что-то увижу. И если вы заметили, то не так уж и много я сейчас рассказываю про функции. Потому что, в принципе, я уже про все почти рассказал. И стараюсь больше делать таких развлекательных видео и новостей о мире технологий. То есть не тупо зациклиться на фишке Android. А, и рассказывать новости, о чем происходит. Какие крутые телефоны появились и так далее. Андрохак, а твои родители, дети и так далее чаще всего? Каким пользуются телефоном? Ну, смотрите. Мой брат любит iPhone. Моя теща ходит с Huawei. Тесть ходит вообще с китайским дичем, там, типа, Аукетелло. Жена ходит с Samsung. Я с Samsung. И сын мой любит Samsung. Короче, чаша упала на сторону Samsung. То есть, многие из нас любят Samsung. Какая любимая компания телефонов? Только что ответил, да, это Samsung. Как ты относишься к хейтерам на YouTube, которые тебя хейтят? Я люблю всех хейтеров. Я отношусь к ним очень хорошо. Потому что они продвигают меня. Не зная сами этого, они продвигают меня. Рассказывают про меня другим везде. Делают ролики. Это все помогает мне продвигаться. Поэтому спасибо моим хейтерам, куда бы я везу вас. Какая марка у твоей машины? Сколько стоит? Стоит Trillium. Марка Hyundai. Когда ты начал вести YouTube канал, почему решил стать техноблогером? Начал вести в 2018 году. Стать техноблогером я решил, потому что я обожаю это дело. Еще в 2011 году я начал прошивать телефон. Представляете, в 2011 году я сопляк. Мне там 17 лет. Наверное, сейчас 17-летний смотрит такие. Че сопляк? Ты че, я взрослый? А я себя тогда считал реально сопляком. Я считал, что я маленький. И уже тогда прошивал. Ну как бы это было круто. И мне это всегда нравилось. Я даже хотел свою прошивку создать. Так, у меня к тебе один вопрос. Какой у тебя был самый первый телефон? Сколько ты им пользовался? Самый первый, как я уже говорил, был Siemens. Им пользоваться я долго не смог. Потому что у меня его дядя отобрал. И больше не вернул. Да, типа, я здесь главный. Я там это. И все, короче. В общем, зашугали и забрали. Почему ты решил создать свой канал именно техника? Почему, в общем... Ребят, как вы видите, очень многие вопросы повторяются. Я старался выбрать, чтобы вопросы не повторялись. Но все равно вопросы звучат такие, на которые я уже давал ответ. Поэтому я в любом случае еще раз отвечу. Может, возможно, с другой стороны есть что-то новое вам. Скажу. Значит, почему я решил создать свой канал о технике? Потому что я это люблю. Появилась идея создания канала. Ну, а как ты поделишься видео с другими? Надо создать канал. Вот, собственно, я его и создал. Да сейчас даже комментарий не написать, пока ты не создашь свой канал. Как я начал увлекаться телефонами? Действительно, до 2011 года я увлекался только музыкой. Потом я увидел Samsung Galaxy S2. S1 меня не интересовало, а вот S2. Я в него влюбился, пошел, взял его в кредит. И с тех пор я подсел на телефоны, на технику. Национальность у тебя какой? Есть семья. В общем, про личную жизнь. Азербайджанец. Семья есть. У меня есть один ребенок и жена. Вот мы трое. Про личную жизнь уже, я думаю, я уже рассказал много. Поэтому идем дальше. Какие знания школы нужны для того, чтобы стать блогером? Школьные знания вообще нафиг не нужны для того, чтобы быть блогером. Скажу честно, то, что я в школе учился, но это все пустую. Вообще пустяк. То есть, они в моей работе вообще никак не пригодились. Какая моя реакция была на приход большой айдутеры? Чтобы вы понимали, в январе месяце этого года я начал вести этот канал. И еще два месяца до конца года, а у меня уже 4,5 миллиона подписчиков. И надеюсь, что когда-нибудь будет 5 миллионов. Это будет так круто. Вообще, конечно, я мечтаю о 10 миллионах. И получить бриллиантовую кнопку. А 100 миллионах даже не беру в голову. Это, мне кажется, вообще нереально просто. Наверное, всей моей жизни не хватит до 100 миллионов. Но десяточка. Ну, десяточка-то можно. Правда? Вот. Реакция, конечно, была прям вот такие глаза. Я до сих пор как будто в сказке. Да ну, не может быть. Как это такое может быть? И приятным бонусом было то, что я выхожу на улицу. И люди подходят и такие. О, Андрохак, я тебя знаю. Пожалуйста, давай фоточки со мной. Там с друзьями и так далее. То есть, это просто круто. Я вам скажу так. Я не растерялся, получив огромную аудиторию. Вот так вот. Как некоторые говорят, типа не зазвездился. Так. Так, ребят. А, первый Android-смартфон у меня был Galaxy S2. На остальные вопросы я уже отвечал, поэтому я листаю дальше. Играю ли я консольные игры? То есть, не компьютерные, а типа PlayStation, да, Xbox. У меня был последний раз PlayStation 3 Slim. И в нем я играл GTA San Andreas. Все. Больше у меня не было приставок. И вряд ли когда-то будет. Моя мотивация к созданию канала. Например, к созданию YouTube-канала Андрохак. Моя мотивация была то, что я подумал. А почему с TikTok в ролики не перезаливать в YouTube? Сейчас я делаю наоборот. С YouTube перезаливаю в TikTok, потому что для меня YouTube на первом месте. А раньше я думал так. Все. Я прочитал. Ребята, если вы будете внимательны. Я ответил на более чем 50 вопросов. Планировалось 50, но я ответил примерно на 60 вопросов. Плюс от себя что-то добавил. Возьму микрофон в руки и еще раз скажу. Значит, надеюсь, что у вас не осталось вопросов. Если остались, пишите в комментариях. Сейчас вы знаете обо мне больше информации. Это будет видео, скорее всего, на главный моего канала. Смотрите это видео. Делитесь с друзьями. Всех подписчиков люблю. Всем ставлю лайки. Пока. Кстати, кстати, кстати. Слева, справа есть мои ролики. Можете посмотреть их тоже. Поверьте, они не менее информативны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok